всем привет добро пожаловать на мой канал это будет очередной влог и так начинаем его система прикорма я здесь приготовила два вида пюре это из цветной капусты а здесь и кабачок и соответственно такие же пюрешки покупные в общем сейчас будем пробовать и посмотрим чем они отличаются что лучше на вкус но на цвет по крайней мере домашняя конечно выглядит получше посмотрим также они хороши и на вкус как я уже говорил ну что мы попробовали кабачок конечно казался вкуснее всего я его уже съела полностью пюрешки магазины вообще ужасно самое невкусное было пюре из цветной капусты прям отвратительно на вкус не знаю короче я решила что я сделаю пюрешку свою из кабачка на первый прикорм если вдруг ребенок не будет есть то попробовать магазиной но если будет то лучше в общем буду свое давать пока есть возможность есть время магазины значит будут у нас как энзе такой на черный день когда совсем там надо будет что-то по-быстрому дать готовить а мне будет времени в общем такое вот тело пюре из цветной капусты домашняя тоже имеет специфический конечно вкус и запах но по сравнению с магазином но это просто небо и земля всем доброе утро у меня кажется получилось сделать нормальные драники которые не растекаются и не расползаются а всего-то я заменила пшеничную муку рисовый и вот вся лишняя жидкость получается загустилась на рисовой мукой и не забилось как пшеничный короче я довольна сейчас будем пробу снимать а так я еще приготовила кофе и вот здесь еще сметана всем приятного аппетита вместе с нами добренькое утречка у нас тут новая бутылочка это паильник специально для воды вот он с ручками у нас кирюша теперь сам пьет водичку да солнышко получается нравится и пей пей молодец всем привет ну что сегодня у нас получилась внеплановая поездка с кирюшей поликлинику а просто в клинику я записалась к офтальмологу к тому который я сама лечилась в детстве то есть я прям ей очень доверяю и она в нас приняла без записи поэтому вообще не было короче смысла долго ждать я взяла ребенка просто и поехала соответственно у меня было дома поэтому такси вызвала и все было хорошо короче я конечно немножко зла на прошлого специалиста которому мы ездили потому что она сказала что у нас нет неприходимости слезного канала оказалось что она есть и нам нужно будет зондирование вот сейчас завтра мы собираемся в поликлинику как раз к терапевту к педиатру и как раз возьмем у нее направление в наше к днц будем делать детей зондирование сказали ради 15 минут на этой процедуры я не повезу ребенка это странно как по мне все прекрасно здесь сделают надо будет просто конечно сдать анализы все все таки это инвазивное такое мероприятие ну и еще конъюнктивит я ну я вот по поводу конъюнктивит это на самом деле обратилась потому что насколько можно уже капать эти капли которая прописала прошлый специалист они ничего не помогают то есть помогать только на период пока их капаешь но это знаете не норм не до конца мои вот она в итоге сказал что да надо антибиотик уже капать уже вылечивать все понятно вот сегодня муж купит и начнем лечение ну вот прям я конечно это надо было сразу идти к тому специалисту которому я хотела вот я теперь буду еще больше слушать свое сердце и короче сама выбирать специалистов вот завтра поедем в поликлинику то нам надо еще завтра сделать прививку надо чтобы посмотрели кирюша да мой зайчик чтобы послушали дыхание чтобы все нормально было температур у него нет я и так смотрю слежу за ней все остальное состояние что он смотрит педиатр надеюсь что завтра все будет хорошо и мы с тобой сделаем вторую прививку да зайчик уже скорее сделать скорее уже пережить после нее последствия а то он нормальный нормальных переносит но во всем он очень капризничает у него сон конечно наш он влияет более чутко спит после прививок пока такой прям сильной реакции ни на что не было слава богу вот хорошо получается лежит играет с игрушкой еще ему тут такого пингвиненко я купила тут разные звуки издает вот уж ему вот прям нравится вот уж прямо на него реагирует очень-очень музыка тоже здесь отыграется различная короче на все на все можно нажимать всякие еще он ходит этот пингвиненок но пока мы просто его используем как звуковую такую развлекашку до звука развлекашку ухты что только не делает этот пингвин но еще до кучи короче оказалось что нам надо было делать массаж слезного канала по-другому немножко не так как показывал тот специалист и ну вообще на карте на я по идее сказала это специалист говорит у вас он немножко служен он там все нормально непроходимости нет ну то есть и шибко там наяривать массаже тоже не надо но и все я успокоилась откуда я могу знать что у него непроходимость так глядишь может массажем конечно что нибудь это обошлось бы но то на сегодня мне показала хаян я вот у меня сама летелось говорю он я прям и очень доверяю она мне у меня уже много десятилетий много два десятилетия точно у меня уже хорошее зрение и я считаю что это благодаря ей вот в общем буду сейчас сделать по-новому массаж он сказал массаж не сделать ему вот но и будем в общем готовиться к гандированию сдавать анализы снова все но думаю что это хорошо анализы заодно сдадим посмотрим все так же осталось нормально как и было вот короче такой странный день но я хотя бы рада что блин мы уже знаем что делать и как уже это лечить что будут какие-то плоды они просто так ну что уже на сколько можно пять месяцев ребенку у него постоянно угнается глаз на даже не нормально я уже сегодня просто когда узнала что она нас примет я просто взяла поехала уже без мужа стала его ждать пока он сможет сможет с работы там и спросить всем приветики у нас новый день ну что сегодня 7 марта и кирюша заболел заболел температура нет но он кашляет чихает насморк вот сегодня уже были мы с утра у врача у терапевта педиатра назначила лечение от купили все что нужно все лекарства вот лечу потихонечку конечно капризный конечно к виллы капризный не очень ему хорошо прям это видно настроение не очень так что вот буду лечить маленького всем привет ну что у нас такое не радостное включение мы в больнице все таки кирюша у меня заболел я не помню если честно уже снимала ли я что-то за последние несколько дней или нет говорила ли я об этом короче у меня кирюша заболел заболел в ночь на 6 марта мы 7 марта с ним ходили к педиатру она нас послушала назначила лечение в принципе все правильно назначила но она она сказала если будет хуже вот там как он будет дышать показала сказала что нужно будет ягоден инфекционку если температура большая то вызывать скорую на скоро они нас отвезут у него была температура 38 и 3 мы значит вызвали скорую но она быстро очень упала но скоро на страну отправила в инфекционку мы поехали вот седьмого числа вечера и там нам показал тест на ковид положительный я говорит все давайте кладем я спросила чем они будут лечить они сказали что они будут только виферон свечки ему давать то есть никакого другого лечения не предполагается я написала отказ на свой страх и риск я говорю и только из-за свечек лежать в инфекционке я не хочу лишний раз да там мало ли что то я еще могу подцепить на ребенка и так далее короче я отказалась и мы поехали обратно домой ночь он провел хорошо 8 марта он дома тоже провел хорошо но с 8 на 9 получается марта ему стало хуже у него еще раз поднялась температура но тоже спала его раздела полностью водичкой от поила это значит но он начал он появились хрипы короче у него стало плохо с дыханием и 9 марта утром самого раннего утра я вызвала скорую и все мы уже уехали сказал все на госпитализацию даже не разбирала сумки что собрала все так мы просто взяли поехали вот что дальше в инфекционку мы приехали нас взяли еще один тест он оказался отрицательным короче к вида нет и уже на пневмонию подозрения и там врач мужчина такой большой такой это как мишка такой говорит знаете говорит давайте в кдмц там дети как раз до года и там ведь нет вот этой все за разом короче я с ним солидарно он нам выписал направление в кдмц и вот мы уже здесь вчера был очень сложный день я сейчас записываю 10 марта воскресенье вчера мы сюда заехали значит вот это все у него все анализы взяли антибиотик назначили все короче уже лечение мы делаем ингаляции делаем ну и конечно же врачи приходят смотрят сатурация у него плохая мы постоянно вот с этой кислородной маской спим то есть я как рядышком кладу короче медсестры сказали как делать что пока состояние стабильно стабильная улучшение пока ошибка нет но вот я сегодня смотрю ну как нет есть вчера не было температуру уже вечером уже хорошо да киросик сегодня он вроде как уже нормальный чуть-чуть вот даже улыбается чуть-чуть играет вчера потому что было совсем плохо наша плюс плюс нашего пребывания что мы в одноместной палате нам досталось здесь вон у меня кровать там боковая роватка пока лежит на ночью и радужком ставлю нам разрешили принести вот стульчик наш домашний на киросик потом потихонечку уже сегодня может играть вчера общение играл там туалет ванная душ уж и ванная душ все стабильно и торшеры мы свои взяли потому что здешние лампочки здесь три больших квадратных лампочки они очень ярко светят у него глазки немножко чувствительное он все-таки лежит он же не сидит у меня и получается постоянно вот на этот свет смотрит поэтому я его выключала включала только в коридоре но этого было мало и вчера вечером муж привез светильник и у нас теперь комфортный свет вечерами будем пытаться договориться заведующий чтобы мужа тоже сюда пускали месяц и сказали что для этого надо будет ему тоже сдать анализы всем какой-то мне вообще проблем нет конечно создать все сделает потому что мне конечно помощь нужна потому что ребенок не спит днем особенно в кроватке все время на руках и ведь ночью часто очень просыпается вы знаете кашляет это в это зад кашляет бьет тяжело поэтому мне вот хотя бы нормально все поведу вдруг снова вырвет ну короче вот так сейчас пока живем все пошла короче дальше с ним развлекаться включусь потом когда будут какие-то улучшения что пока нет ни настроения ничего что у нас следующий день и так обед мы не принесли пюрешка с котлетой суп ну понятно нормально хорошо пытаемся кирушек у меня вроде как повеселел даже играется с игрушками улыбался сегодня ножками сучил в общем легчает ребенку это большая большая радость ой какой ой какой у нас львенок да давай с ним играть ну а я сейчас поем и я думаю что смогу включиться и рассказать с вами был обход врачей все уже результаты анализов есть нам сказали наш диагноз некоторые еще анализы мы ждем но в целом уже лечение короче сейчас поем сначала потом все расскажу что у нас новый день у нас новая капельница первых все так проходят капельницы с игрушками я по мере времени все вытаскиваю с кофра и в конце капельница у меня кируша весь в игрушках сейчас додумалась лошадку сюда повесить вроде как он на нее отвлекается но все равно уже надоело да уже надоело капельница хочу спать сейчас кируш поспишь ночь прошла ужасно он очень часто просыпался и ночью капельницу было сложно ставить я его держала на руках есть подозрение что катетер что-то забился что ли сегодня буду проверять вроде вот сейчас хорошо капает может просто положение ножки было неправильно каким-то в общем я просто разбита конечно придется врач у нее спрошу там какие вопросы у меня были анализы скажет она какие готовы сегодня еще перестала на его уж там анализом этот мочи о чем жду новостей пока набралась терпения и жду улучшение кируш я только сейчас поняла я же вам так и не сказала короче у кируши правосторонняя пневмония очаг есть сказали на небольшой поэтому это хорошая новость но антибиотик все-таки надо обводить именно внутривенно поэтому вот лечим сдали еще анализ на коклюш но по-моему она как она сказала говорит помогут у него нет коклюша потому что кашель не такой совсем в общем лечим пневмония в итоге оказалось пневмония у нас так кажется много деток болеют а так вот короче мне там всем надо пожить я чуть-чуть у нас новый день новое включение ну что я не снимала достаточно долго потому что не было в состоянии у нас вот кируша три катетера за три дня сменили и это каждый раз мы ходили в реанимацию я каждый раз рыдала в этих дверей реанимации он кричал что даже ну там слышала короче сейчас просто поставили 3 уже молимся чтобы он не забился не погнулся чтобы все хорошо было до конца лечения раз получается 8 часов ставят капельницы с антибиотиком вот и ночью и утром и днем что еще ингаляции делают то самое что хорошее у него больше не было температуры и он сейчас откашливается более мягко если не доработать сегодня вчера точно было и были первые вот сутки чтобы он ни разу его не рвало от кашля это большая радость но и он сейчас уже улыбается чаще гулит начинает немножечко пробовать визжать снова возвращается к доболезненные свои к доболезненному настроению в понедельник нам поставили пробный контрольный снимок ну рентген надо будет посмотреть а пока вот получаем все это лечение как говорю сейчас самое сложное позади сейчас основная сложность вот именно с катетером связано потому что именно вот из-за него нет иначе возможности поставить капельницу а у него уже он весь просто исколок и ножки везде где можно вот все видим действия на везде по несколько дырочек он пухленький вен толком не видно для катетов еще не каждая вену подходит короче у нас она сложность заключается в этом конечно же да моя зайка сегодня еще сходили на узи почек посмотрели все возможные анализы сдаем пока все все хорошие моча только плохая но я подозреваю и врач сказал что возможно я плохо подумала потому что здесь прохладно и вода утром холодная пока она пройдет протечет это короче только часом к 9 она становится теплой я боюсь его сейчас охлаждать и то есть я промываю не под проточной водой а так получается водой так тик 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 что-нибудь там чувствую поэтому пока так сейчас попробую смонтировать этот влог и выложить его здесь очень плохой интернет я здесь даже общаться толком не могу даже телеграме представляете вот кладу возле окна там маленечко лучше ловит и вроде там чё наловит она ловит кать а так в основном занимаюсь конечно ребенком она здесь очень маленькая палата вот грубо говоря и ничего не остается другого кроме как общаться друг с дружкой как играть разговариваю с ним так проводим время кирюша ты как зайчик мой все хорошо скажи девочкам я выздоравливаю спасибо всем за пожелание тебя очень-очень все поддерживают сынок до всех в общем ван девочки всем большое спасибо за пожелание про то я буду монтировать лог ну и пока пока всем здоровья